Привет всем, меня зовут Дмитрий, вы на канале PandaPlay, мы сегодня играем с тобой в Привет сосед 2 и соответственно попробуем её пройти, хотя бы, хотя бы что-то пройти. Нажимаем новую игру, хочу заметить, что я записал уже кучу хуеву, хуеву прям вот, прям реально не скрывая видео про этого соседа, я записал уже штук, ну блять, ладно, штук 5, штук 5 100% записал и ни одного не выложил, потому что, знаешь почему, потому что я вот такой человек. Это значит наш главный герой, он корреспондент что ли какой-то или ещё кто-то, в общем он что-то там независимый эксперт, независимый эксперт ездит, там что-то записывает, все дела делает, попивает кофейко, вот уже вечер наступил и мы смотрим на что, на что мы смотрим, мы смотрим на кустики, из которых выбегает кошечка, я бы наизусть эту уже заставку выучил, ты б знал сколько я раз посмотрел её уже. Да, да-да-да-да, да. Вот наш любимый сосед, который был в первой части, он своровал мальчика, затащил его домой к себе и мы вот сидим, не знаем что делать нам. Хотя бы я позвонил бы в полицию, но наш главный герой видимо не особо сообразительный и... А ещё и жонглер. Вот такая напряжённая получилась кассцена, нам сейчас предложат обучение. Вроде как по настройкам у меня здесь всё было хорошо, поэтому... Нас обучают, как всё нажимать. Здесь нужно три шестерёнки, красный, зелёный и синий, соответственно, ключ висит вот он, открываем, берём синюю, синюю вешаем вот сюда, вот зелёное, а зелёное за стеклом. Значит мы берём лом, возьми лом пожалуйста. Ломаем ломом стёклышко, вешаем зелёную шестерню. А обратно мы идём, соответственно, за красной шестернёй. Здесь вот есть такие красные досочки, которые можно ломать. То есть они отмечены цветом, соответственно, красненьким. Чтобы мы знали, чё ломать, чё не ломать. Что поддаётся какому-то взаимодействию с ломом, а что не поддаётся. Здесь ничего делать не нужно, здесь просто нужно залезть. Нас обучают, опять же, лазить по стенам, лазать по всему чему только можно. И, собственно, мы этому с тобой научились. Дёргать за рычаги и собирать шестерёнки. Соседушка выписал нам порцию ударов лопатой по голове. И теперь мы... Теперь мы что мы? А мы что? Мы ничего. У меня чё-то это... Чё-то там подзагрузилось. Видел, да? Мышка на экране появилась с думающим колечком. Мы прочухались у себя. Ой, мамочки родные, а чё у меня с лицом-то вообще? У меня куча телевизоров, на которых показано, что нужно делать. Здесь у нас дом с полицейским. Четыре телевизора показывают именно на него. Здесь есть квадрокоптер и камера, соответственно, для того, чтобы смотреть за этим квадрокоптером. Погнали к дому, к этому полицейскому, потому что он вон он он, буквально. Вот тут вот где-то камера висит, хрен его прозацит где. Но, скорее всего, вот эта вот камера, она на него смотрит. Вон она там, вон она, вон она камера. И мы пойдём к нему. Я в дом уже залезал, поэтому я знаю, куда к чему... Ну, как туда попасть. Ну, не то, чтобы тут была бы какая-то загадка, как туда попасть. Потому что, как такового, ничего здесь сложного нет. Здесь просто нужно с правой стороны обойти вот там вот. Потому что вот здесь с левой дырки никакой нет, говорю. Блядь, перелезь, пожалуйста. С этой есть дверь. Ещё полицейский ходит, вроде как, вроде как при делах, а вроде как не при делах. Он вроде как бы хочет, а вроде как не хочет меня поймать. Так. Здесь нам показывают... Ой, сек какой-то. А вот это я не знаю, что за сек. Но суть не в этом. Тихо. В холодильнике есть циферка. И циферка это 4. Вот здесь есть домик. Который очень похож на домик, который был на холодильнике. И вот здесь... Чё ты мухаешь, блин? Знаешь, самое главное, чтобы он сюда не припёрся. Типа, в самом начале. А то тут можно как-то нахуевертить. И получится так, что он ко мне придёт. Ну давай, побулька ещё. Здесь, значит, есть унитаз, с которым есть циферка 9. И получается, что у меня чё? Какая циферка там была? 4, 9 есть циферка. Тут что-нибудь есть, а тут ничего нет. Здесь есть лампа, но от неё никакого толку нет. Тоже. Здесь можно залезть вон туда наверх. Нам пока туда особо не надо, потому что... Ну потому... Хотя, почему не надо-то? Блин, ты дурак? Я... Я думал, он сейчас ко мне придёт. Ты, блядь, дебил. Я хочу залезть туда, ну. Есть куколка. Вот этого соседа, которого надо поставить с правой стороны, судя по картинке, которая на холодильнике. А ещё здесь отметка вот есть на карте. Я до сюда долезал, я ходил на этот дом, дальше я не ходил никуда. Это дом на дереве, который прямо напротив дома, в котором мы сейчас находимся. То есть вот она веранда, мы вот здесь вот сейчас где-то сидим в этом доме. Надо просто через дорогу перейти и пойти в домик на дереве. Ай, блядь. Я хожу на карачках, потому что... Потому что... Точно? Да, справа стоит. Да, справа стоит. А ещё вот тут есть лом. Точнее, не лом, а красная деревяшка. Ой, мать моя женщина. Она, наверное, первая стоит, да? Ещё поменяем. Нет, она стоит первая, всё верно. Так, у нас с тобой есть 9,4, да, циферка? Едем дальше. Наверх мы попасть не можем. Знаешь почему? Потому что... Ой, блядь. Потому что там нарисованы ножницы. 8. Вижу цифру 8. И 1. Из кубиков мы составляем вот эту вот комбинацию. Ну, у меня ассоциация с Оруэлл им почему-то, поэтому вот 1984 просто наберём. Он зашёл в дом. Он зашёл в дом и стоит, вон он на меня, сука, смотрит. Не поймал бы он меня за жопу. Вот что я хочу сказать. Вот тут есть. Керовинка. Не надо, пожалуйста. Не лови меня. Я, блядь, ничего плохого-то не сделал. Ну. Я в лужу, что ли, наступил? Или чё? Я же в шкафу спрятался. Наоборот, всё звук от шкафа. Тебя так сильно напугал. Там есть три знака. Три буквы, которые нужно ввести. Ввести их нужно. Найти надо их где-то. Где их можно найти? Их можно найти в телевизоре. Знаешь почему? Потому что я их уже находил в этом телевизоре. Я здесь провёл в этой игре, блядь, уже столько времени, что мама не горюй. Но. Я это записывал неделю назад. Поэтому сейчас я немножечко не вспомню. Ну, пытаюсь вспомнить, что я делал. Я примерно понимаю, у меня есть ассоциации какие-то. Но я не помню пошагово, как я это делал. И поэтому получается, что как будто бы, блядь, в первый раз, но не в первый раз я прохожу. Такая вот жизнь, да. Сосед, выйди из дома, пожалуйста. А он хуй выйдет из дома-то? Я сам себя загнал в ловушку, блин. Он спокойно стоял, надо было мимо проходить. А куда мимо проходить? Он на кухне и стоял. На кухне, если он стоял, то я бы не вышел никуда. Пускай там занимается. Он кругом ходит, вроде как. Пизду. А пойдем в дом сразу, сходим в этот на дереве. У меня нервное напряжение, блядь. Растет и растет, растет и растет. Растет и растет, растет и растет, растет и растет. Так. Ага, здесь этот надо было... О, батут, 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 батут. Там лестница же ведь наверх поднята. Я не могу, этот... Блин, это даже не сосед, это полицейский. Это еще хуже, елки-палки. Сосед тебя убьет просто и все, ты за... Блядь. Сломай себе ноги давай, конечно. Сосед тебя... Эй. Сосед тебя просто убьет, да и все. А этот тебя посадит тюрьмой, будет долго-долго-долго над тобой издеваться. Вот и вся история. А ты как думал, блин? Это не так просто, как тебе кажется-то. Я почему-то не смог залезть. Вот что весь прикол. Хотя ничего плохого я и не делал. У меня есть один ключ. И две фигурки. Две же фигурки-то, да, у меня есть. Что второй ключ получить, надо в домик собрать. Домик я до конца не собрал. А здесь я должен вот... Ножнички, да, ножнички, 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 ножнички. Как их? Переключалка. Переключалка. Ты мне дашь переключалку. Так, ну-ка. Ага. Вот так вот. Да хватит, блядь. Я и так нервничаю. Так, на картинке показано, как его поставить. Щит вниз, меч вверх. Вот и вся история. О! О! Переключалка готова. Сейчас она мне даст ножницы. Хотя, хочу заметить. Я не пойму, в чем логика. Но, почему нельзя было просто взять из картонного домика ножницы? Это, наверное, было очень сложно. Чего нельзя было вот отсюда переключатель взять? Я вот тоже не понимаю. Раз он так легко вставляется, почему его нельзя было просто взять, он оттуда вот. Мудянка, в общем, какая-то. Так, идем мы с тобой, знаешь, куда? Ой-ой-ой. В дом мы идем. Мы идем обратно в дом. Чё это такое? Это ничего, это у меня микрофон, что ли, болтается? Я думал, что-то там показалось, а там микрофон болтается. Смотри. Да, попробуем просто-напросто взять. У меня же есть квадрокоптер, блядь. У меня же есть квадрокоптер. С помощью которого я могу очень-очень филигранно управляться. Это вот я такой вот, да, красивый. Так. Да ну-ну-ну-ну-ну, вот так. Вот это я. На превьюх прям залеплю. Сколько там времени просмотра? 14 минут. Да вообще отлично. Так, улыбайся. За тобой наблюдают. За тобой ведется слежка, мужчина. Ну-ка. Да да тебя сфоткаю-то, ну. Блядь, на фотокарточку, ну на память. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Я, короче, в тот раз играл. И у меня сломался квадрокоптер. Знаешь, каким образом? Он сломался следующим образом. Он вертелся во все стороны, просто он забагался. И не мог остановиться. И можно было управлять, но это было вообще невероятно сложно. Так, он заходит в эту комнату. Потом он куда идет? Вот мне просто хочется посмотреть за его перемещениями, чтобы я знал. Да, мальчик у меня остался, получается, да? Да, мальчик у меня остался. Вот сюда, который поставится. А мальчик-то откуда взять? А мальчик, по-моему, берется как раз-таки из вот этой вот ерунды. А давай попробуем телевизор включить, например. Да можешь уйти отсюда, нет? Вообще ничего. А смысл какой вообще тогда? Он зашел через вот эту дверь. Постоял, повтыкал в пол. И дальше что мы делаем? Что мы... Куда мы идем с тобой, дружок? Пирожок. Обратно через эту же дверь. Ага. Ну, блядь. Не мешай мне следить за полицейским. Опустись вниз. Отлично. И он выходит и идет дальше есть свои пончики. А потом идет в комнату. Понял. Ладно, вопросов нет. Да нет. Не овтануре. Что-то не овтануре. Блядь, что ты, блядь. Ну вообще, ты видел? Я нажимал на кнопку, а он не прятался. Он смотрел на этот шкаф. Не овтануре. Что-то не овтануре, короче. Там нужно большие буквы ввести. Не о-те. Не о-те. Не о-те. Не о-те. Не о-те. Блядь, уходи. Ужас, я пересрал. Сейчас пересрал, пересрал. У меня ключ же отберет он. Нет, он, по-моему, ключ не отберет. Этот просто пиздюлей выдаст и станет гораздо более свирепым. Ты дурной, блядь. Ты ты со своими пончиками? Хватит уже, ну. Так. И идешь ты, значит? Сюда он идет. Он идет в ту комнату повтыкать. Правильно? Правильно. Я просто очень переживаю. Я не хочу, чтобы он меня поймал. Он сейчас обратно вернется и пойдет есть пончики. Правильно? Правильно. Ничего в этом сложного нет. Если так так и будет, значит, соответственно, что? Правильно. Мы сейчас введем код и прорежем путь на второй этаж. На втором этаже мы с тобой что-то сделаем. Вот и вся история, блядь. Все, отлично. Откуда он взялся-то? Он должен был есть свои, блядь, пончики. Ёб твою мать. Да что ж ты за человек такой? Ну, ключ спиздил. Ключ спиздил. А где же мне его взять теперь? А где я его первый раз брал? Чё это был за ключ вообще? Из сейфа я его взял. 1984 ввел. Получил ключ. А он закрыт. Вот мудак, ну. А он теперь ещё следить будет гораздо более пристально. Я тебе так скажу. Какой мне закрыл-то тут вообще? Дебил. Пиздуй отсюда! Он на... На кухню иди отсюда! Ну, что ты ко мне пристал-то? Чё ты за человек такой, блядь? Крайне неприятный человек. Иди отсюда, блядь. Чё он ходит-то тут вокруг да около? Он ходит по этим двум комнатам, блядь. Ну, это ж вообще не серьёзно. Он должен был ходить хотя бы на кухню. До кухни хотя бы дойди, мужик. Ну. Имеет и совесть, в конце концов. Чё ты, блядь, такое делаешь-то? Почему он ходит здесь? А у меня эти фигурки-то расставлены? Или опять заново всё собирать? Всё-таки он, кроме пизделей, отбирает ещё и вещи. Да. Как-то некомфортно мне стало от этого. Вот! Он пошёл на кухню! Какого уж кривна после пончика в тот раз пошёл не на кухню, блин. Я хотел быстренько пробежать, чтобы он меня не заметил. Я ключ смандошил. Пусть идёт куда хочет теперь вообще. Вот мне всё равно. Я ключ взял. Самое главное, теперь их открывать не надо. Жрёт пончики. Вот когда он потом пойдёт, после вот этой комнаты... Блядь, да я уже так делал. Он после этой комнаты уходил, есть пончики, а я встал, пошёл, а он мне дал пиздюлей. Вот и вся история. Это... Это как-то не так работает. Я вообще не понимаю его маршрутов. Блядь, он сам его рисует, что ли, каждый раз? Или что? Ну, знаешь, вроде ничего не поменялось после того, как он меня поймал. Кроме того, что у меня ключ своровал. Вот он типа смотрит, сейчас этот сейф осматривал. А потом он идёт опять есть пончики и должен идти на кухню после этого, смотреть на домик. Подожди, он ушёл. Мне ещё вот это жужжание, блин, оно прямо... Надо его вораживать, надо его поймать от этого дрона. Ну, где он? О-о-о-о! Ты, собак, сутыл, вон ещё откуда выходит. А куда ты сейчас пойдёшь? Фу-у-у! Фу-у, говорит, блядь. И пошёл обратно. Девушки отдыхают. Вон он идёт. И идёт смотреть на... На сейф. Правильно? Правильно. Ой, бля, как его маршрут тяжело изучить. Я вообще что-то не понимаю. Вроде как бы всё просто. Он вроде как ходит, блин, по кругу. А вот эти вот заходы и в панике, когда ты пытаешься придумать, куда же он пойдёт. Если можешь вообще в чём хочешь убедить. И получается говно какое-то. Вот он сейчас должен пойти жрать пончики, а потом пойти на кухню, а потом с кухни прийти посмотреть на второй этаж, уйти обратно и потом пойти опять на сейф смотреть. Вот как он должен ходить. Вроде как всё правильно. Вообще, чё-то нихуя без пончиков обошёлся, видать. Блядь. Та за жопу меня схватит. Он прибежит сюда сейчас. Потому что меня было попеть как слышно. Но вообще он к сейфу зачем-то пошёл. Здесь ещё вот этот звук, опять же, я хочу сказать, я это уже говорил пять раз, когда записывал. Но здесь звук такой, не очень понятный. То есть ты не всегда понимаешь, где он находится. Тут нет какого-то чёткого позиционирования. Он вроде как бы, ты понимаешь, в какой стороне он находится. Но насколько далеко, насколько он близко, по какой поверхности он ходит, ты откуда вообще это можешь знать. Нет тут понятного чего-то. Ага, лом, блядь. А, и мальчик. Всё, идём. Ставим мальчика. Блядь, ты-то чё тут забыл? Я не понимаю вообще логики. Он должен был после пончиков пойти не на кухню. Он только что оттуда пошёл. Чё за магия какая-то такая, ёлки-палки. Он опять пришёл на кухню. Чё он здесь забыл вообще? Зачем он здесь будет ходить? Что он хочет здесь снова увидеть? Он только что здесь был. Неужели нет самой... Чё логика-то? Кхм. Вот. Другое дело, блядь. Он где-то прям очень близко. Ага. Он сзади меня. Он вот в этой комнате, в которой я дверь от... Ээээ... Стену отодвинул. Сейчас придёт вот так вот с левой стороны, да? Ага. Вот это я вовремя услышал. Голову включил. Я... Я просто даже ни к чему, блядь. Два ключа осталось найти. А сколько у нас? 28 минут. Один ключ точно наверху находится. Это я точно знаю. Это нужно фотку там находить. А ещё один ключ. Вот хоть убей, не помню, блядь. Понимаешь? Хоть убей, не помню. Блядь, забыл. Он по-другому переходить начал. Ты смотри, он к второму этажу подходит теперь. Вот оно как работает-то. А туда-то ты зачем опять пошёл? Ты только что оттуда припёрся, дурачок. Неужели он опять там стоять начнёт? Ээээ... Машинку помню. Машинка, батарейка активируется. А чё она даёт, вообще не помню. Чё она даёт? Сейчас вспомним, блядь. Сейчас мы вспомним, сейчас мы вспомним, как это было-то. Я же, блядь, её прошёл. Ну почти. Я только не открывал подвал. Я не знаю, чё там дальше. Рыб-рубильник, вот он он. Блядь. Он теперь ходит по второму этажу. Мне вот это тут раздражает. Мне не нравится, когда ходит кто-то по второму этажу. Мне, блядь, дискомфортно, понимаешь? Дискомфортно. Он зайдёт сейчас сначала ко мне в эту комнату, а потом пойдёт в другую комнату, а потом выйдет отсюда и пойдёт туда. Я, по сути-то, придрочился немножечко, если так понимать сам весь процесс. Но у меня очень сложно даётся запоминание, как вообще работает, блядь, вот эта тут игра. Я вот как в прошлый раз пытался пройти. У меня вот тут вот была камера стояла, вот тут вот. Вон туда ножницы надо ещё применить. Ну, я мне гири вообще не понимаю. Я напрыгался, он сейчас прибежит сюда. А гирит мне зачем? А, на эту я всё вспомнил. Хотя нет, не вспомнил. Сейчас пойму. Аж горло заболело. Ну, где он ходит-то, ёлки зелёные? Он должен был ко мне прибежать. Я же натопал только так. Почему он не бежит ко мне? Когда ты столько на картонах ползаешь, то толк тебе прибегает сразу же. Когда ты топаешь здесь по крышам, по шкафам прыгаешь, всё здорово. Он не идёт никуда. Вон там, вон, фотка. Вон, если можешь посмотреть. А вон, фотография на тумбочке стоит. На тумбочке фотография. Фотография неполная. Там нужно собрать все запчасти этой фотографии. Вот где он дышит? Я вот херово поймёшь. Он как будто тут вот прям дышит. Он на самом деле, наверное, может быть где-то и здесь, только он на первом этаже. А я думал, что он по второму ходит. Вот я про чё говорю. Ну да, он сейчас поднимется на второй этаж, потому что явно там нехуй делать на первом этаже. Он давно у меня уже на втором не был. Я про вот это позиционирование говорю. То есть ни черта непонятны. Где вот он сейчас? Фиккир ли там забыл? Ты забыл про второй этаж, что ли, совсем? Ну? Он заколебал. Он, блядь, не заходил в эту комнату уже сто лет. Только когда ты здесь начинаешь ползать на картах, он сюда заходит каждый-каждые полминуты, блин. А мы с тобой уже сколько? Минут пять разговариваем, наверное. Он сюда не заходил вообще. Вот и иди отсюда нахер. Так, смотри. Так, у нас здесь чё? У нас здесь ничего. У нас здесь с тобой рычажок? Вижу. Куда применить? Вижу. Если чё, вот тут спрячемся с тобой? Я тогда здесь спрятался. Да, идёт. Меня здесь не видно. Вот, смотри. Он здесь повтыкает, чутка постоит. Сейчас зайдёт вон в ту дверцу. Да хватит, спина уже, блин, сейчас отвалится. Что ты там творишь-то? За своей спиной. Смотри. Он заходит вот сюда вот. Да ну её. Он вот тут стоит. Нет, он тут не стоит. Ты чё придумываешь-то? Я же в другой комнате. Я же вон в той комнате. Прям заходишь или с левой стороны. Давай, выходи. Пойдём вон в ту. А, то есть он сначала ходит вот в эту комнату. А потом... Игнорирует мою комнату и уходит вниз. Сука, логично, что просто опупеть. А как ты вообще решаешь, куда идти, куда не идти, дружок? А, вот как ты решаешь. Ты посмотрел в окно и решил пойти вот в эту комнату. Мать моя женщина. А вот я вот тут вот сижу такой. Он меня здесь не должен увидеть. Бля, я буду, не должен увидеть. Я тогда сидел здесь, он меня не увидел. Может быть, это было чистым совпадением и везением, но... Возможно. Возможно. Да, это невозможно, это реально. Так. Вот этот ебаный инвентарь, во-первых. А во-вторых... Камер-то мне зачем вообще? Камер-то мне зачем? Что мне с камерой-то делать? Человек с камерой и великой мечтой, блядь. Он все еще поверху... Ой, по низу ходит, блядь. Мне даже там... Ну... Я просто пробежался, он даже не ими, блядь, глазом не повел. Понимаешь, насколько, блин, он... Он не это самое, как его называют, непредсказуемый. Он может за тобой побежать, когда ты будешь на картонах ходить. А может не побежать, когда даже ты бегаешь. Он, кстати, похож на полицейского из... Осторожно. Что-то там... Осадки в виде фрикаделек. Возможно, осадки в виде фрикаделика. Там был такой полицейский, как звать, не помню. Но я помню, что я мультик этот смотрел в самом... В детстве давным-давным-давным-давно. Очень он мне нравился. И там был этот полицейский. Это сто процентов я тебе говорю. Потому что я его знаю наизусть. Этот мультик. Что там, где, когда, зачем и будет. Так. Вот, смотри. Он даже не посмотрел в окошко, он просто ушел вниз. Да, блядь, да как это работает вообще? Где он, блин? Он у меня сзади дверь открыл. А на самом деле нет. А на самом деле это обман был. А на самом деле где он? А на самом деле хуй его просыт, где вот он? Вот он он. И он сейчас первым делом сюда зайдет. И смотри. Здесь нет какой-то вообще логики в его ухождении. Он просто уходит, блин. А нет, смотри. Он стоит вот тут вот на карачках. Опять смотрит на листовочки на полу. Ну да. Понимаешь ситуацию, да? Но он ко мне опять же не заходит. Он вообще не пытается вот в первую комнату зайти, которая с левой стороны находится. Он сюда не заходил уже. Свои три подъема наверх. Дай в пизду. Я, короче... Вот что хочу сказать. Мы с тобой ползаем по дому и периодически смотрим на камеру. Вот для вот этого. Чтобы если что, спрятаться. Вообще, я играю в тактику крысы. Чтобы минимально возможным было то, что он меня поймает. Я не хочу, чтобы он меня ловил. Чтобы я вот это вот заново все искал. И хочу, чтобы у меня вот эти проблемы всякие были. Два ключа я нашел. Осталось два ключа всего-навсего. Время сорок минут прошло. Мы с тобой до часа управимся спокойно с этим вот домом. Мне, по крайней мере, так кажется. А дальше мы уж посмотрим, как вы там отреагируете на вот этот видос. Потому что я... Нет, самое... Я пытаюсь войти в этот... В режим. Пришел, наконец. Серьезно? Хотел нажать на выйти, блин, из этого кабинета. Я в билет чуть не... Чуть сейчас не лоханулся, ты понимаешь? Вот. Пишите комментарии обязательно, потому что, ну, без комментариев я вообще, ну, типа... А смысл в какой выклад, если вы не реагируете никак? Что вы посмотрели, посмотрели видос? Ну, молодцы, конечно. А коментар... Комментировать... Коммен... Комментировать-то кто будет? Ну? Кто будет комментировать? Ты что, дурной, что ли? Уходи. Если он сейчас не зайдет... А он зачем-то зашел второй раз сюда, ты понимаешь? Вот в чем делал-то. О-о-о, блин. Он начал ходить сюда теперь. Он все восполнить решил, видать. Потому что, ну, до этого он не заходил раза три-четыре. А сейчас он решил зайти. И его так здесь все удивляет. Ушел, спасибо. Так. Ползем дальше. Что-нибудь здесь еще можно смандошить, нет? Он ходит по второму этажу уже. Он в первую дверь зашел. Я сейчас чуть не прихерел. Я просто мимо... Я камеру включил, она отодвинута. Это он прошел, ее отодвинул. И двери открыты уже. Блин, я вообще не понимаю, как он, этот полицейский, ходит здесь. Правда не понимаю. У него нет какого-то принципа определенного по... Ну, как он здесь перемещается. Я даже не запомнил, как эта комната выглядит. Поэтому я даже не знаю, где он сейчас находится. В этой ли он комнате, либо он снаружи в коридоре стоит. Стресс какой-то у меня. У меня солнце сейчас выйдет, мне кажется. Может и не выйдет, конечно. Вопрос в другом. Меня сейчас засвечивает только в путь. Я с этой стороны белый, и с той стороны белый. Блядь, он уже внизу, что ли? Хуй он, они внизу. Вон он, пошел. Не говори, что вернешься сейчас. А, батарейка. Вот он, батарейка-то. Блядь, бибик-то, конечно. Давай по бибикой еще. Блядь. Какие они громкие. Игрушки эти. Вы чего? Он прибежит сейчас сто процентов. Не бежит. Или бежит. Или не бежит. Он на второй этаж поднялся. Да, он идет сюда. Он прям, вот он он, блин. Он прям, вот он он. А сейчас он прям вот здесь. Он разве что в комнату сейчас не зашел. Как вообще, блядь, понимать, где он находится? Я же даже вообще не понимаю, насколько он далеко близко. Где-то очень плохо передана вот эта атмосфера, блин. Вот со звуками. Он ушел вниз или что? Гирю вот сюда. Я просто шугаюсь от каждого звука. На всякий случай, знаешь ли. Хуже точно не будет. Я что-то активировал. Что-что активировал херово, простит. Я не хочу, чтобы он меня заметил. Я, может, повырезаю все вот эти вот места, где я просто сижу. Будет очень сложно их все вырезать, потому что я все это время разговариваю. А я вырезаю обычно по звукам. Если там пустая, это, как его, звуковая дорожка, то я ее вырезаю. А тут хер определишь вообще. Так, ну он где-то прям рядом. Да хуй он рядом, п***, подо мной стоит. А вот сейчас он будет рядом. Я, я вот этот вот звук, этот вообще ужас, этот звук. Ёлки-палки. Есть, есть же, ну, много технологий, как можно звуки эти сделать. Почему я слышу, слышу его рядом с собой, а он оказывается внизу? А когда я понимаю, что он внизу, уже время его подъема наверх. И, соответственно, я уже ничего не делаю, потому что он уже поднимается наверх. Ушел куда-то. Пришел куда-то. И явно не сюда пришел. Ой, в п***ду, знаешь, вот это вот, б***ь. Нет, не в п***ду, я хочу посмотреть, где он находится. Тут есть заплатки. Хе-хе, я их вижу. Оп. Взял. Тут нельзя, кстати, на цифру выбирать из инвентаря вещи. Вот это вот самый пипец. Потому что... Ну. Б***ь. Какого лешего он так быстро поднялся наверх? Он то, что здесь был. Он в ту комнату ушел, это я понимаю. Потому что тут больше дверей-то нет. Там чему-то удивился. Плюс-минус по картинке я представляю, как это выглядит. Пошел обратно. Сейчас дверь откроет. Выходит. Закрывает дверь. Идет по коврику. Стоит на карачках. Спина у него болит. Разворачивается и уходит. Уходит. И уходит насовсем. Все. Отлично. А че я сейчас... Вот че я эту хуйню сделал-то? Да в глобальном смысле вообще. Типа че я сделал-то? Так, че с машинкой-то? О, ключ, ёпта мать. Вот это было, грубо говоря, близко. Я услышал, что он прям пришел. Я прям вот и все. И как давай бежать. Вот че ты здесь стал? Ну, типа я нашел ключ, и он все, он сюда теперь ходит. А следующий ключ знаешь где? По-моему, он, когда я фотки все найду, будет. Брятался. Брятался. У меня есть две запчасти. Нет здесь никого, дружок. Нет здесь никого. Мы сейчас с тобой воткнем еще одну запчасть от фотографии. Это сто процентов. А где найти еще одну? Вот тебе вопрос. Уходи. Дверь закрывай. Он не уходит, блин, да уходи. Да фотку, фотку кто-то собирает. Пойдем. Уходи отсюда. Давай быстрее, 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 быстрее. Быстрее, времени нет. Времени уже вам 51 минута. Представляешь, записи-то, а? What? 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 Хуй тебе тут надо-то, ну Что ты за человек такой Хватит здесь ходить, иди на первый этаж В конце концов-то, ну Имей совесть, пожалуйста Вообще фотка почти полная, найди, пожалуйста, еще кусочек Что вот эта плата делает Которую я наступил, блин Че она там сделала такого, что я это самое Тут вроде все понятно, но че-то как-то вообще нихрена не понятно На самом деле Тут ящик как будто прям вот действие какое-то Я просто, я не помню, как я это делал И че я делал Опа Он уже в соседнем Этой комнате Когда он успел туда подняться По ковру идет Сейчас дверь откроет Да-да, вот он Вот он стоит Пину потирает И сейчас сюда зайдет Естественно Ну как ему еще Как ему быть На самом-то деле Осталось хер да маленько На самом деле Вот мало осталось Нужно просто найти еще одну запчасть фотографии этой Понять, что делает плата вот эта Которую я нажал На гирину, которую поставил И все Че ты туда пошел-то? Ну если я тупо, че можно поделать Шкаф же открывается, блядь Когда гирю ставишь Твою-то налево Все, я пробежал Мне по сути остается только вниз спуститься Ну вот тут должен быть ключ Потому что Я помню, что он из-за шкафа из-за какого-то выпадает А если из-за шкафа Значит вот он Шкаф остался единственный Который есть Вот У меня что-то с частотой кадров на камере Случилось, мне кажется Как-то я дерган очень разговариваю А может и не дерган Хуй его знает Прям как-то я, блядь, шевелюсь как-то странненько Ой, блядь 58 минут уже записываю Я не могу А выйдет, наверное, минут 45 Потому что я половину повырезаю Столько тупорылостей Что я не знаю даже Столько времени проходить Это вообще, блядь, надо умом тронуться Вот пиздуй, товарищ полицейский По своим делам Я тут это Опачки Опачки Опять вот он Так, ладно У нас с тобой стратегия есть Все Он же не должен сюда спускаться Ну, по идее, наверное, не должен Газета Ксуолинг Что-то там На-на-на-на-на Ага Красный ключ какой-то Туда надо Беру Инвентарь даже есть Открываем Ну, ничего, все, что ли Я не пойму, куда я пошел-то Нам показывают с тобой Летающий Бумажный самолетик Ага На котором нарисовано Что там Помоги мне Помоги мне Да, хорошо И очень много самолетиков Очень много самолетиков И куда же мне надо бежать Вот самолетик Вот самолетик Вот самолетик Вот самолетик Ой, что так сейчас Паразависло-то Самолетики 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 Как много самолетиков Так и куда Просто по самолетикам Надо бежать Я так понимаю, да Ну, типа Если они здесь везде Вот эти самолетики То надо бежать сюда Бежим Ну, просто они не везде Типа есть Вон в ту сторону Они, например Не пошли эти самолетики Значит, надо бежать в самолетики Музеюм Или что это Меум Сумеум Ну, наверное, да Музеем Типа Музей Ну да, мне в музей надо А зачем мне в музей-то нужно? Что там, блять Интересного показывают Что-ли что-то Или что? Ну, что-то, по-моему Нездоровая какая-то Харень Что-то ночью Открытый музей Так И зачем-то тут Скрыться можно Бавгиле Бавгиле Лопата Так И что теперь? Что случилось? Она что, травленная какая Или что? Или ты лопатой испугался? Флэшбеки пошли А, вот, все Получается Мы первый дом Разгадали Мы с тобой Большие молодцы Всего за час С небольшим Мы прошли Эту Первую, можно сказать Главу, наверное Да, здесь несколько глав Я так предполагаю Что здесь Есть сначала дом с полицейским Потом дом каким-то Я не знаю Там С соседом Потом дом с каким-то Сумасшедшим городским Ну, типа, вот Из этого разряда Не понимать Страшно Вот И мы с тобой обязательно Пройдем Хотя, возможно, и не пройдем Посмотрим, как вы там Треагируете на эту Вот что-то Булочное Гринделюшное Ну, в общем, не важно Мы с тобой На этом прощаемся Спасибо большое за просмотр Ставь комментарий Пиши лайки Увидимся в следующем видео И всем До встречи И всем пока